МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить об алкоголе. О его вреде говорят столетиями. Факт этот неопровержимо доказан наукой и подтвержден жизнью. И тем не менее статистика говорит о том, что меньше пить не стали. Можно ли выпивать так, чтобы не навредить своему здоровью? Какие проблемы влечет за собой неумеренное употребление алкоголя? И можно ли на пользу выпить бокал вина? Сегодня на эти и многие другие вопросы ответит эксперт программы «Тело человека». А пока небольшая историческая справка. Когда именно появился алкоголь, сказать сложно. Однако можно предположить, что он ненамного моложе самого человечества. Чистый спирт впервые получили арабы в начале 7 века. Кстати, само слово «алкоголь» арабского происхождения. В переводе означает «одурманивающий». В Западной Европе изготавливать крепкий алкоголь научились в средние века путем возгонки вина. Легенда гласит, впервые приготовил и выпил такой напиток монах-алхимик Валентиус. Протрезвев после сильного алкогольного опьянения, он заявил, что открыл чудесное средство, которое делает из старика юношу и прибавляет бодрости и сил. Можно сказать, что именно с этого момента начинается активное распространение алкоголя по остальным странам. А сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. Сегодня о проблемах, связанных с неумерным потреблением алкоголя, мы будем говорить с врачом-психиатром, наркологом, заведующим диспансерным отделением Гомельского областного наркологического диспансера Игорем Олеговичем Луханиным. Здравствуйте, Игорь Олегович. Добрый вечер. А помогать нам в нашей беседе будут двое студентов. Гомельского государственного медицинского университета. Это Вероника Котова и Иван Дьяков. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Традиционно мы нашу программу начинаем с вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Мнение о том, что пьянство – исконная черта славянских народов – ошибочно. На Руси пили очень мало. Только по большим праздникам варили брагу, медовуху и пиво, крепость которых не превышала 10 градусов. А вот когда на Руси появилась первая водка и что представлял собой этот напиток – это вопросы для вас. Ребят, вопрос для вас уже прозвучал. Вы можете подготовить ответ на него, покопаться немножко в истории, а мы пока начнем наш разговор. Игорь Олегович, статистика говорит о том, что люди в последние десятилетия меньше пить не стали. С чем же это связано? Какие это, может, потребности организма или это особенности каждого человека индивидуальные? Ну вот мы с вами обратили внимание в том числе на заставки, на картине мастеров Средневековья и та же алкогольная атрибутика. Алкоголь давно вошел в повседневность, в этнические традиции, культурные, не говорю уже о гастрономических. И поэтому вопрос об умеренности, он всегда актуален. Существуют совершенно различные культуральные подходы к его употреблению и так далее. Но вы упомянули вред. Да, вред очевиден, потому что алкоголь, как бы мы его ни называли, в качестве какого средства мы бы его не использовали, он является ядом. Это так называемый клеточный яд. И о степени его пользы можно говорить только с определенной долей умеренности. Поэтому взвешенный подход к употреблению алкоголя, безусловно, он уместен. И о вреде всегда говорить целесообразно. Существует множество мифов о пользе алкоголя. Например, благодаря алкоголю можно быстро согреться. Спиртной улучшает аппетит. Алкоголь повышает работоспособность, снимает стресс, понижает артериальное давление. Это лучшее средство от простуды. Он не калориен, пиво не относится к алкоголю и в маленьких дозах он даже полезен и так далее. Давайте обо всем этом по порядку. Итак, алкоголь согревает. Насколько безопасно греться таким образом на морозе и спасает ли это от простуды? Дело в том, что алкоголь увеличивает лишь только часть того, когда мы согреваемся, теплопродукцию. То есть организм даже, вот говорит, если мы замерзли, смысл выпить, чтобы согреться. Но если это происходит на холоде, увеличивается теплопродукция и теплоотдача. А сохранить это тепло, когда у нас дефицит тепла, мы замерзли, мы не можем. Поэтому это миф. Алкоголь не согреет в этом случае однозначно. Он согреет лишь только в том, когда возможно растирание тела человека, но это уже другая ситуация, и не имейте в виду, когда он будет испаряться с поверхности кожи. Тогда он будет не согревать, а наоборот охлаждать. Что касается, повышает ли он аппетит, ну, смотря какой процент алкоголя, это в виде вина и так далее. В любом случае он действует раздражающе на слизистую желудка. И принятый натощак, он будет обладать сокогенным действием. То есть выделяться будут желудочные соки. Естественно, это сопровождается желанием что-то съесть. Ну, а миф о том, что он низкокалориен сам? Ну, алкоголь достаточно калориен. И люди, зависимые от алкоголя, это прекрасно знают. Каждый, возможно, в нашей жизни встречался с людьми, которые пьют запоем. Увы, это одно из проявлений алкогольной зависимости. И вот в ходе запоя человек практически ничего не ест. Но, тем не менее, он не умирает от голода. Совершенно не умирает, потому что алкоголь заполняет все энергетические функции. Вот, поэтому, ну, достаточно калориен и высоко калориен. И дальше, если продолжать, это работоспособность и стресс. То есть повышение работоспособности, снижение стресса. Ну, алкоголь, в первую очередь, вошел в нашу жизнь. Да, то, что он обладает определенным, ну, как говорят профессионалы, транквилизирующим, то есть успокаивающим действием. Ну, может, действительно, да, кто-то употребляет алкоголь, дабы избежать излишнего волнения, ну, к примеру, в обстановке первой романтической встречи, да, дабы прибавить себе храбрости. Вот, кто-то привычно после трудового дня может выпить какое-то количество небольшой алкоголя для того, чтобы испытать вот это чувство расслабления, чтобы снять напряжение. Но мы все должны знать, что бесплатных эффектов не бывает. За ними всегда есть определенный откат, когда нужно за это дело будет, ну, как говорят, в молодежной среде отвечать. Причем, когда человеку кажется, что повысилась его работоспособность, на самом деле он может недооценивать свои возможности, да, пьяного вот моря по колену. Совершенно верно. Что за этим стоит? Да, определенные эффекты, опьяняющие алкоголь, а когда снижается самооценка, да, понятно, что в силу кратковременной ажитации активирования определенных процессов, вот, повышается настроение, наступает определенная веселость, но при этом снижается критика. Вот, и подобное состояние может опасным. Почему? Когда речь касается управления транспортом, состояния опьянения, или работы, каких-то функций, вот, большинство травм и страшных ДТП, к сожалению, вот, обусловлены в том числе и проблемами с алкоголем. Поэтому говорить о повышении работоспособности в чистом виде после употребления алкоголя, алкогольного пьяни, говорить не приходится. Ну, если говорить о том, что такие, например, алкогольные напитки, как пиво, многие не воспринимают вообще как алкоголь. Маленький, там, процент алкоголя, я не пьянею от алкоголя, от пива и так далее. Ну, здесь есть смысл этот вопрос, кому это выгодно. Да, поэтому у нас существует, ну, прежде всего, да, колоссальное пивное лобби. Вот, это экономика, это большие средства. Вот, поэтому эффекты пива, вот, в том числе какие-то, возможно, незначительные, раскручиваются и преподаются как универсальные, да, чуть ли не витаминный напиток, улучшает метаболизм и прочее, прочее, прочее. Пиво – это слабоалкогольный напиток. Вот, и употребление пива – это отработка алкогольной модели поведения. Вот, и с этим спорить не приходится, потому что это так. Вот, недаром даже в алкогольной зависимости выделен отдельный вариант ее протекания – это пивной алкоголизм. И вот печально, что молодежь, к сожалению, вот пиво употребляя, да, считает, что это не употребление алкогольного напитка, что это лишь такое немножко расслабление. На самом деле, получается, что зависимость, да, с ранних лет уже. Вы знаете, да, все же начинается с того, что для чего мне нужно это средство, да. Человек в реальной жизни получает какие-то проблемы, да, испытывает трудности, желание сбросить это напряжение, да, снять стресс. Вот обращается к эффектам алкоголя. И, о чудо, в реальной жизни полученная проблема вдруг, выводится пар через эффекты алкоголя. И уже чутко начинают нарабатываться рефлексы. Для чего мне нужен алкоголь, да. Просто снять, не преодолеть его в реальной жизни, так же, как я его заработал, да. А употребив алкоголь, снять вот подобный эффект. Ну, это путь достаточно опасен. Игорь Олегович, я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят. Исторически такой был у них вопрос о том, когда водка появилась на Руси. И что представлял собой этот напиток? Кто будет, ребята, отвечать на этот вопрос? Я. Гораника, пожалуйста. Впервые знакомство России с водкой произошло в 14 веке, в 1386 году, когда Генуэзское посольство привезло этот напиток ко двору Дмитрия Донского. Затем в 1429 году также иностранцами аквавита была завезена непосредственно, опять же, в Россию при дворе Василия II. Там ее использовали в качестве лекарственного средства. Затем в 16-м столетии горящее вино поставляли непосредственно не в Россию, а из нее. И с течением времени процесс очистки стал совершенствоваться, что мы наблюдаем и по сей день. Игорь Олегович, у меня тогда такой вопрос. Вероника тут сказала, аквавита, да? Вода жизни, почему? Вода жизни. Возможно, байка, которую я расскажу, прояснит как-то взгляд на эту ситуацию. Дело в том, что изобретение, выделение спирта в чистом виде, а ведь до поры до времени человечество употребляло алкоголь в виде вина. 11-13 градусов, может где крепче. И первый, кто выделил спирт в чистом виде путем, как сказала Вероника, дистилляции, перегонки, был алхимик. Понятно, что алхимики пытались получить золото из любого металла, но получили спирт. И когда этот алхимик отпробовал зелье, которое он изготовил, он воскликнул. Эврика, я изобрел эликсир жизни, молодости. Ну, понятно, что это был эффект вина, алкоголя, опьянения, нежели реальное омоложение организма. Опять-таки, он переоценил свои возможности. Безусловно. Вот одно из коварных свойств алкоголя. Спасибо большое. Ребят, для вас готов уже второй вопрос. Внимание на экран. Если верно утверждение о том, что любое лекарство может стать ядом в зависимости от дозы, то, наверное, справедливо и обратное. Назовите плюсы алкоголя и ситуации, когда врач говорит, вам надо выпить. Что ж, такой интересный наш второй вопрос. Он уже прозвучал. Готовьте на него ответ. Игорь Олегович, и мы продолжим наш разговор. Пока мы говорили о таких вещах, в общем-то, не очень казалось серьезных, но ведь алкоголизм – это серьезное заболевание. Можно ли вылечиться от алкоголизма или это уже навсегда? Ну, смотря что иметь в виду под словом «вылечиться». Алкоголизм, хронический алкоголизм, ну, это уже термин ушел в прошлое, сейчас профессионалы пользуются термином «синдром зависимости» от алкоголя, в частности. Что иметь в виду? Во-первых, это хроническое заболевание, оно фатально. То есть в основе его лежит фатальная окончательная поломка определенных алкоголекисляющих систем, когда перестает в установленном порядке окисляться сам по себе спирт. И он приобретает некую патологическую болезненную форму, когда образуются, накапливаются весьма токсичные, отравительные метаболиты, осколки этого алкоголя, которые раз в 30 превышают отравительные свойства самого алкоголя. Вот. И вернуть обратно этот процесс невозможно. Это не автомобиль, там всегда на короткой передаче и задней скорости можно на старт вернуться здесь, увы. Лишь только там, где можно остановить поступление алкоголя в организм, там может, мы можем говорить о ремиссии, так называется, длительное улучшение ухода от алкоголя. Вот. Такие же органы и системы прежде всего страдают у людей, которые страдают этой самой зависимостью от алкоголя? Ну, в первую очередь и главным образом страдает центральная нервная система. Вот. Порой многим, наверное, с большим удивлением, люди, особенно которые не имели особых проблем с алкоголем, обращаясь к своему знакомому, родственнику, случайному человеку, видя у него очевидные проблемы с алкоголем, что человек убивает себя. Вот. Пытаясь ему помочь, и что в ответ слышит, что он говорит, да я не больной. Это придумали. Вот. Что позволяет оговорить подобным образом и чего добивается этот человек? Отодвигает себя признание болезни, тем самым отодвигает себя саму необходимость решения этих проблем. Она всегда лежит в выборе. А вот это вот психология, когда алкоголь человека ориентирует на единственную ценность. Ведь смотрите, радость выпивка, горе выпивка, от нечего делать выпивка, конец недели, секс, вкусная еда, все время выпивка. То есть все многоцветие жизни сводится к одному. Да, совершенно выпить. Извините, но в моей практике даже была ситуация, когда пациент с очень тяжелым алкогольным прошлым и настоящим от элементарного резкого звука подпрыгивал и говорил, вот сейчас бы выпить и успокоиться. То есть все, дальше некуда. И тем не менее, несмотря на самые тяжелые случаи в отношении алкогольной зависимости, всегда может быть благоприятный прогноз. Что касается других органов систем, ну они в общем-то ясны. Центральная нервная система, сердце, печень, алкогольный цирроз, поражение центральной нервной системы проявляется тяжелыми психическими расстройствами. Белая горячка, алкогольная эпилепсия. То есть весьма страшные, ужасные последствия. И поэтому говорить о возможном возврате к умеренному употреблению алкоголя, когда дело касается алкогольной зависимости, совершенно неуместно. Эта проблема должна быть решена радикально. Полная и окончательная трезвость. Навсегда. Очень важно вот этот ранний момент, его все-таки поймать, а лучше не допустить. То есть профилактика как нигде имеет свое значение. Сколько может человек взрослый выпить для того, чтобы не навредить своему здоровью, в то же время не пристраститься к алкоголю? Насколько часто это может быть? Вы знаете, я специалист по последствиям употребления алкоголя, но ни в коем случае не сомелье, который бы рекомендовал к картошечке по-французски добавлять вот такого-то вина и в таком-то количестве. Мое личное отношение к алкоголю, я уже сказал, это, в общем-то, клеточный яд. Его эффекты позитивные в плане успокоения, снятия стресса, они известны. Но надо их соизмерять, соответственно, с всеми последующими медицинскими, социальными и другими последствиями в результате употребления алкоголя. Поэтому говорить об умеренном употреблении алкоголя я не буду. Игорь Олегович, еще у меня тогда такой вопрос. Психиатр-нарколог, вот первая ваша специальность. Действительно ли такой специалист нужен человеку, который имеет зависимость от алкоголя? Ну, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я вам приведу парадигму, то есть формулировку, нынешнюю концепцию алкогольной зависимости. Это био, психо, социальная и в последнее время давалась духовная проблема. Вот био, ну, это я в предыдущем реплике говорил, что есть определенные алкогольно-окисляющие системы. Они могут быть в различной степени активности, в зависимости от генотипа человека, то есть есть наследственный фактор. Следующий идет психологический. То есть различные типы человека, склады его характера, могут определенным образом иметь предрасположенность к формированию зависимости, либо обладать какими-то устойчивыми качествами. И следующий момент. Рубрика, которая «Международная квалификация болезни». Это вот такая вот большая книга, где суммированы все проблемы, в том числе связанные с алкоголем. И эта рубрика называется «Психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя». Потому что алкоголь вызывает прежде всего поведенческие, а потом и психические расстройства. Поэтому участие здесь врача-психиатра-нарколога, оно не только уместно, но обязательно. Потому что это прямая епархия специалиста по зависимости. Игорь Олегович, я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят на второй вопрос. Напоминаю, что он был о том, а есть ли у алкоголя польза, и могут ли врачи его в принципе рекомендовать. Хотя Игорь Олегович уже в своем ответе только что нам намекнул о том, что врач – это не человек, который предлагает алкоголь, а он, в общем-то, предостерегает от его последствий неблагоприятных, если неумеренно употреблять. Ну что ж, Иван, вам ответ. Да, я отвечу на этот вопрос. Ответ хотелось бы начать с афоризма такого интересного. То есть есть выражение такое, что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Безусловно, тут вопрос главный заключается в том, что есть безопасное количество, то есть как определиться с дозировкой. И даже по этому поводу определенного такого консенсуса нет. То есть, например, даже вот в разных странах, скажем, в Японии дозой алкоголя считается 20 миллилитров чистого спирта. В России, скажем, и на постсоветском нашем пространстве эта доза обозначается как 10 миллилитров. В США, к примеру, это 14. Известно такое явление, как так называемый французский парадокс. То есть учеными была установлена корреляция с концентрацией в крови у испытуемых холестерина и липопротеидов низкой и высокой плотности, которые в свою очередь являются основным фактором атерогенности. Эти липиды находятся в оптимальном соотношении именно благодаря, как бы считается, что не в последнюю очередь, благодаря употреблению красного вина. Помимо французского феномена, есть еще один калифорнийский эксперимент. Он известен тем, что достаточно большое количество медсестер в Калифорнии, работа которых, известно, связана с ночными дежурствами, перенапряжением, стрессами, этими внезапными нагрузками импульсными. Разделили две большие группы. По-моему, там было даже участниц больше тысячи. Одна группа употребляла вино красное. Почему красное? В шкурке красного винограда содержится ресвератрол. Совершенно верно. Смотри, браво. Это та вещь, которая влияет на усвоение жиров низкой плотности и препятствует формированию атеросклерозов, бляшек и так далее. Так вот, первая группа пила красное вино. И у этой группы достоверно потом уровень сердечных проблем снизился существенно, достоверно. Вот. По сравнению с контрольной группой. Ну и вроде все как переняли «Ура!» Мы нашли средства от атеросклероза, инфаркта миокарда. А не тут-то было. А не тут-то было. Умалчивается одна простая вещь. Что точно в таком же количестве, как уменьшились эти проблемы сердечно-сосудистой патологии, возрос уровень мозговых катастроф, инсультов и инфарктов головного мозга. Мы не можем не считаться. И почему это дело не нашло широкой известности? Потому что спонсором данных исследований был Центр исследования алкогольных проблем, который спонсируется десяти алкоголь-производящими компаниями. То есть кто финансирует, заказывает музыку. Понятно. В качестве метафоры можно использовать про тот сыр бесплатный в мышеловке. То есть нам всегда придется за какие-то позитивные эффекты определенным образом требовать ответа. Точнее ожидать от него такового. Вот. Наряду с перечисленными эффектами этилового алкоголя и именно то, что он содержит в красном вине, этот тросфератрол. Есть масса других, которые могут вполне нивелировать вот эти последствия. Мы же не знаем в данном случае, какова корреляция всех этих позитивных эффектов с уровнем цирроза в печени. Мы знаем по статистике французского здравоохранения, страна несет самые высокие показатели этого заболевания. Вот. Поэтому давайте будем взвешены. Вот. Наше дело – это ответственное отношение к употреблению алкоголя. Вы знаете, в советские времена на фоне, ну это уже, наверное, более зрелое население, знает вот Горбачевская известная эти алкогольные компании, предпринимались попытки внедрения культурного употребления алкоголя. То есть привить большей части населения традиции такого умеренного, культурного употребления алкоголя. Ну, как-то вот у нас эта тема не пошла, не сложилась. Да, традиции исторические существуют. Вот. Входины в коллектив, замочить день рождения и так далее. Ведь не искоренить эти традиции, да. Мы можем всего лишь только дать людям официальную статистику, предупредить, не выдумывать и не компилировать выгодные для алкогольпроизводящих компаний какие-то цифры, а выдавать то, что... Ну вот, в последнее время, вы говорите, пить меньше не стали. Меньше не стали, а вот причины, связанные с употреблением алкоголя в ряду смертности от внешних причин, вышли на первые позиции. Вот это страшные вещи. Смерти на пожарах, острое отравление алкоголем, суициды. Везде алкоголь. Везде алкоголь. И теперь взвесьте, да, вот эти скромные вещи, вдруг выдернутые из общей ситуации, якобы там вот снижаются биохимические показатели этих низкомолекулярных жиров и так далее. Здесь комплексный должен быть подход. Алкоголь в любом его виде не является лекарственным средством. Нужно называть вещи своими именами. Вот, поэтому... Все точки над «и» поставлены здесь. Все понятно с алкоголем. Слава Богу. Игорь Олегович, но в конце программы все-таки хотелось бы для наших телезрителей рекомендации. Как уберечь себя от последствий, фатальных последствий неумеренного употребления алкоголя? Ну, в любом случае, ведь все начинается с семьи. Мы многие знаем, вот, многие родители считают лучше подростку в 16-17 лет в Новый год налить бокал шампанского и пей здесь в семье, вот, дабы это не происходило где-то в подворотне, в подъезде и так далее. Ну, психология, о которой мы говорили, особенно подростка такова, что, получив официальную санкцию от родителей в семье, он забудет, что это можно только в семье, а будет использовать это разрешение во всех других ситуациях. К чему я привожу этот пример? Он очень прост. Существует достаточно суровая статистика, если не сказать, что она убийственна. 80% людей, которые страдают алкогольной зависимостью, не стали пить, а попробовали спиртное до 18 лет. Алкоголь на незрелые, грубо говоря, мозги, оказывает модулирующее, преобразующее действие, которое впоследствии 80%, представляете, какая вероятность, поэтому мой совет – умеренное, ответственное отношение к употреблению алкоголя. Вы знаете, я частенько своим пациентам говорю, которые говорят, доктор, так я же могу пить, могу не пить. Часто говорят люди, зависимые от алкоголя, умудряясь соврать себе дважды в этой фразе. Ну, пить они не могут, потому что напиваются. Вот они пить, у них быстро заканчивается, начинается пить. Итак, пять. Где, когда, с кем, сколько и по какому поводу. Проблема – два уровня. Большая проблема – три зависимости. Все очень просто. Игорь Олегович, спасибо большое за сегодняшнюю нашу встречу. Я напоминаю, что сегодня о вреде алкоголя. О вреде неумеренного употребления алкоголя мы говорили с врачом-психиатром-наркологом Игорем Олеговичем Луханиным. А помогали нам двое студентов Гомельского государственного медицинского университета Вероника Котова и Иван Дьяков. Спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин